Вы смотрите телеканал Вариант, и это программа о самом главном и о самом важном, о здоровье. Врач на дом в прямом эфире, с вами в студии Елена Панина. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях врач-невролог, ботулинотерапевт 1-го клинического медицинского центра Ирина Игнатова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Дорогие телезрители, напоминаю, что работаем мы для вас в прямом эфире, поэтому если у вас будут вопросы к доктору, у вас есть уникальная возможность в течение ближайших 40 минут звонится к нам в студию по телефону 44-40-47. Говорим мы сегодня о мигрене и о современных методах лечения этого заболевания. Но прежде чем говорить о лечении, давайте обозначим, что же такое мигрень. Название все слышали, но не всегда мы знаем, что же такое. Итак, мигрень. Мигрень – это хроническое, генетически обусловленное заболевание, в основе которого выработка в организме человека, в частности в головном мозге, определенного пептида, белка, кальцитамин, генсвязывающего пептида или по-другому CGRP. Ну, я как бы вам сказала, все очень понятно. Итак, где-то там что-то вырабатывается, в итоге у человека мигрень. Что хроническое заболевание? Значит, это постоянное заболевание, которое не лечится. Генетически, значит, передается по наследству. Да, чаще всего передается по наследству, но даже если никто из ваших родственников не страдает мигренью, это не значит, что у вас она не может возникнуть впервые. А как понять, что у человека мигрень? Когда ставится такой диагноз мигрень, какие должны быть симптомы? Мигрень – это заболевание, то есть это не только головная боль, как представляет себя большинство людей, но головная боль – один из самых ярких симптомов. При мигрене помимо головной боли возникает целый набор самых разных ощущений. Это и тяжесть в голове, и головокружение, ну или, по крайней мере, то, что пациенты называют головокружением. Это чувство дурноты, предобморока иногда. Это комплекс симптомов в виде ползания мурашек по лицу или голове, тяжесть или, наоборот, какая-то непривычная легкость в голове. Иногда подавленность настроения, иногда общая слабость, желание лежать, неприятие яркого света, громкого звука. Эти факторы часто усиливают саму головную боль. И даже если головная боль в этот момент не беспокоит, все остальные симптомы могут присутствовать. Это тоже будет считаться приступом мигрени. То есть если человек не мучается головной болью, говорить о том, что у него нет мигрени, тоже нельзя, если есть, допустим, все вышеуказанные симптомы. Или все-таки головная боль обязана быть? Не всегда есть такие формы мигрени, когда головная боль либо не встречается, это обезглавленная мигрень, либо встречается очень редко, а все остальное время присутствует остальной набор симптомов. Когда выставляется такой диагноз? Ставится ли он сразу или необходимо длительное обследование? На самом деле для того, чтобы диагностировать мигрень, достаточно опроса пациентов. И обследования дополнительные, они больше нужны для того, чтобы исключить другие заболевания. Возраст. Кто чаще всего страдает? Возраст по гендерному признаку, мужчины, женщины? Чаще всего страдают женщины, хотя среди мужчин тоже достаточно большой процент. Возраст, на самом деле, первые симптомы мигрени способны описать дети в 3 года. Раньше просто возраст не позволяет, да, и мы, может быть, у детей и есть это заболевание, но мы не узнаем об этом, потому что ребенок нам просто не расскажет. Но первые симптомы действительно описывают дети с 3 лет. Чаще всего начинается с 6-летнего возраста, но человек, чем человек старше, тем больше провокаторов мигрени, соответственно, чаще приступы, да, и диагноз устанавливается так же чаще. Когда гражданин может заподозрить у себя мигрень и когда необходимо идти к врачу, и с какого врача начинать? Начинать, конечно же, с невролога. Головная боль – это вот то, чем неврологи занимаются. Заподозрить, если вас беспокоят головные боли, тут нужно все равно разбираться, да, что это за боль, потому что есть и первичные виды головных болей, и вторичные, то есть на фоне каких-то других заболеваний. Здесь нужно дифференцировать, сам пациент не разберется, для этого нужно прийти к врачу. Обращаться тогда, когда это беспокоит действительно. То есть чаще четырех раз в месяц головная боль, да еще и та, которая может не заканчиваться более суток, наверняка снизит качество жизни достаточно для того, чтобы обратиться к врачу. То есть головные боли чаще четырех раз в месяц – это повод пойти к неврологу. Те пациенты, которые оказываются у вас на приеме, чаще всего, вот если говорить, да, там, по статистике, это те люди, которые вот в течение месяца поболела голова, они пришли, те, кто мучается уже достаточно давно, вот чаще всего какой он среднестатистический пациент с мигренией, впервые обратившийся? Чаще всего тот, которого уже заставила жизнь, это долго, потому что принято спокойно относиться, что голова болит у всех, и, в общем-то, все это терпимо, выпил таблеточку, и можно никуда не ходить. Поэтому, когда головные боли становятся слишком частыми, там, чаще восьми раз в месяц, вообще хроническая мигрень, есть такое понятие, это головная боль чаще пятнадцати раз в месяц. А поскольку приступы могут длиться двое-трое суток, то практически в течение месяца боль не прекращается никогда. И на этом этапе пациенты чаще всего обращаются с хронической мигренью. Дальше, что происходит? Пришел человек, говорит, болит голова, описывает классическую мигрень, предположим. Здесь вот что происходит на приемной? Во-первых, опрос, да, потому что, чтобы дифференцировать виды головных болей, нужно понимать, там есть критерии, например, у мигрени, это вот то, что я уже упоминала, неприятие яркого света, громкого звука, наличие во время головной боли, подташнивание, тошноты или даже иногда рвоты. Это основные критерии для того, чтобы поставить диагноз. Если есть так называемые красные флаги, это те симптомы, которые могут насторожить врача. Например, когда боль возникла впервые в жизни, раньше не беспокоила. Боль очень интенсивная. Есть такая шкала, визуально-оценочная шкала боли, да, когда мы у пациента спрашиваем, если представить, поставить вашей боли оценку от 0 до 10, насколько у вас чаще всего болит голова. И вот боль в 10 баллов, в 9 баллов является основанием для проведения дополнительных исследований. Поэтому, если у нас есть какие-то сомнения, мы отправляем пациента на МРТ, или узи сосудов, или клинические исследования крови. Если нигде ничего не находится, то диагноз мигрень подтверждается, и подбирается лекарственная терапия. Давайте, что можно найти при исследованиях, если есть мигрень, и можно ли что-то найти чуть позже у нас на линии зрителя. Алло, Игорь, здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, Елена, вот у меня такой вопрос. У меня был такой случай раньше, ночью, в тех годах, я чувствовала головокружение. Что делать, куда обращаться? Спасибо большое. Ночью головокружение? Мигрень ли это, да? Головокружение по ночам в горизонтальном положении тела, которое чаще всего будет пациента либо ночью, либо утром, иногда сопровождается тошнотой, чаще всего это доброкачественное, позиционное, это роксизмальное головокружение, это немножко другая история, она связана с движениями отолитов во внутреннем ухе. Здесь нужно обращаться к неврологу, лечиться это определенными маневрами, которые врач производит с пациентом. Ну, обращаться к какому врачу? Опять к неврологу. Опять к неврологу. Смотрите, вы говорите, проводим исследование. Если вот ставится диагноз мигрень, что-то на МРТ головного мозга, там в анализах крови, в каких-то других анализах, говорит о том, что это мигрень или вот ничего не видно? Нет. Эти исследования являются, скажем, методами исключения. То есть, повторюсь, да, что если в жалобах пациента нас что-то настораживает, мы тогда проводим дополнительные исследования. Если же диагноз ясен сразу, тогда никуда человек не отправляется, сразу выставляется диагноз и сразу подбирается лечение. Про симптомы вы уже сказали, тем не менее, в какой момент, может ли человек вот внезапно заболеть мигренью, да, или это состояние, которое идет с детства, просто оно в менее выраженной форме и так далее, или это в любой момент может произойти? Вот каким образом происходит? Чаще всего все-таки с детства, если мы начинаем тщательно собирать анамнез, то выясняется, что и в детском возрасте болела голова, просто это могло происходить раз в год, и этому не придавалось значения. Но чем человек старше, тем у него больше триггеров. Так называемых провоцирующих факторов для того, чтобы все-таки ощутить эту боль, да, и она стала чаще. Поэтому, ну, по-разному, да, но чаще всего в детстве. Однако бывают случаи, когда ярко беспокоить начинает с юного возраста, потому что чаще всего все-таки триггером мощным являются гормональные перестройки. Это пубертатный период у женщин, это периоды начала менструации, это беременность, роды и послеродовый период. В то же время, допустим, вот здесь, как я понимаю, получается, что с возрастом мигрень, наоборот, скорее усиливается. А может, наоборот, пройти? Ну, грубо говоря, в юности беспокоило, в среднем возрасте беспокоило, а после 50 голова болит, перестала? Да, поскольку это гормонально зависимое заболевание, часто бывает такое, что у женщин в климактерический период беспокоят, перестают головные боли, либо они становятся не столь интенсивными, какими были раньше, не столь частыми. Вот не один раз вы уже сказали о триггерах, о таких факторах, которые провоцируют. Что провоцирует мигрень? Да практически все. Жизнь провоцирует мигрень. Очень много еды вкусной провоцирует мигрень. Острая, соленая, все, что задерживает жидкость. Есть сладкое, шоколад, например. Алкоголь, в частности, красное вино провоцирует мигрень. Какие-то изменения погоды могут провоцировать мигрень. Есть исследования по этому поводу. Стресс провоцирует мигрень. Изменение напряжения мышц верхнего плечевого пояса. Очень многие пациенты, приходя к врачу, говорят о том, что у них изменения в шее, остеохондрозы, и поэтому болит голова, потому что они так это чувствуют. Напряжение мышц шеи переходит на голову, и полное впечатление того, что голова действительно болит из-за шеи. На самом деле нет. На самом деле это просто субъективное впечатление. Но чем больше напряжены мышцы шеи, тем больше вероятность того, что разовьется приступ мигрени. Ирина, вот эти все провоцирующие факторы реально убрать из жизни, по вашему опыту? Да, реально, можно. Перестать есть все самое вкусное, массаж, да, там, ну, ладно, виды мигрени, какие бывают мигрени? Вы сказали, да, что обязательно головная боль, но может и, давайте, наиболее часто встречающаяся может. Ну, много классификаций есть в мигрени. Условно можно разделить ее на мигрень без ауры и мигрень с аурой. Рассказывать, что такое аура? Аура – это предвестники. То есть это те симптомы, которые может ощущать пациент, и он уже будет знать, что сейчас вот он чувствует вот это, а через 15-20 минут у него разовьется головная боль. Аура мигрени может быть самая разная. Это могут и те ощущения быть, которые я уже ранее перечислила, какие-то ощущения в лице, ползание мурашек, какие-то ощущения не менее приходящие, дурнота или у кого-то, наоборот, прилив силы и эйфория, тяжесть в голове, давление на глазные яблоки. Бывают очень интересные ауры, например, зрительные нарушения в виде поблескивания, мерцания такого по периферии зрения, да, и вот эти поблескивания существуют 15-20 минут, потом это сменяется головной болью. Есть очень интересная аура, она достаточно редко встречается, но о ней надо знать. Синдром Алисы в стране чудес, когда пациенту начинает казаться, что части его тела или он сам относительно окружающего пространства меняются в размерах, либо уменьшаются, либо становятся огромными, и это состояние может тоже длиться 15-20 минут, потом оно проходит, развивается головная боль. Вот когда мигрень с аурой, все-таки предпочтительно назначить дополнительные исследования. То есть это может быть мигрень еще с какими-то заболеваниями, так? Здесь может быть мигреноподобная головная боль, которая является симптомом, но не мигрень первична. Хотя и часто бывает, что мы так и не диагностируем больше ничего, это действительно мигрень только с аурой, вот с такими интересными предвестниками. Мигрень без ауры, она ничем себя не манифестирует, сразу начинается головная боль. И сколько длится чаще всего приступ головной боли? От нескольких часов до нескольких суток. Здесь что необходимо делать человеку, который впервые столкнулся с таким, до врача еще не дошел? Принять анальгетик. То есть у нас в свободном доступе, в продаже есть анальгетики, которые разрешено принимать. Это противовоспалительные препараты, нестероидные. Прежде всего, если они помогают, если этого достаточно, то приступ нужно купировать ими. Есть также препараты специальные, трептаны для купирования мигрени, они тоже есть в свободной продаже. Они имеют больше побочных эффектов, поэтому рекомендовано все-таки их принимать под наблюдением врача. Стоит ли терпеть головную боль, если она, допустим, по шкале от 1 до 10, к примеру, на 3, то есть есть возможность ее терпеть? Или все-таки обезболивать обязательно? Вот какова позиция? Здесь нужно опираться на опыт индивидуальной пациента. Если пациент понимает, что он сейчас уберет триггер, у него есть возможность отдохнуть, и вообще по своему опыту он понимает, что вот эта боль на 3 балла дальше не разовьется, она прекратится, если он поменяет триггер, уберет его. Можно и потерпеть. Однако, если по опыту, и чаще всего при мигрене бывает, к сожалению, так, что 3 балла перерастают в 5, 7 и дальше, и понятно, что лучше не станет, то уже на этапе 3 баллов желательно принимать анальгетики. Насколько вообще мигрень распространена среди населения? Есть ли какая-то статистика? Да, статистика есть. Это пятое в мире заболевание, которое приводит к нетрудоспособности. И вот сколько из тех, кто действительно страдает мигренью, доходит до врача? Потому что ведь вполне возможно, что долгое время человек употребляет те же анальгетики, терпит боль, купирует, но к врачу не обращается. Вы здесь можете как-то оценить ситуацию? Ну, я бы сказала, что процентов 40 пациентов, которые на приеме невролога оказываются, это пациенты с головной болью, и из этих 40, 70, это проценты с мигренью. С одной стороны, вот здесь, насколько прав человек, нужно ли идти к врачу, или можно ждать, пока боль терпима, пока трудоспособность не нарушена, пока качество жизни, как кажется человеку, удовлетворительное? Ну, если качество жизни удовлетворительное, то, наверное, можно и самому справляться. Но все-таки, опять-таки, частота приступов, интенсивность, она чаще всего заставляет обратиться к врачу. Ну, и здесь, вот мы все слышим мигрень, да, слово мигрень, мы все слышим очень много мифов о мигрене. Первый, один из мифов, что, да, вот, ну, с одной стороны, это не миф, мигрень – это хроническое заболевание, с другой стороны, говорят, что о мигрене не лечится. А если она не лечится, а зачем тогда идти к врачу? Вот здесь, что вы на это отвечаете своим пациентам? Да, действительно, пообещать пациенту, что он сейчас исцелится, и никогда больше эта головная боль к нему не придет, я не могу, как и ни один другой врач. Но есть способы профилактировать приступы, снизить их количество и сделать их менее интенсивными. И, в общем-то, лечение и профилактика, она сводится вот к этому. К врачу, кстати, кто больше обращается, мужчины или женщины? Страдают чаще женщины, а вот до врача доходят мужчины или женщины? Женщины также чаще доходят, да, мужчины привыкли терпеть, наверное, в большинстве своем, и, наверное, может быть, иногда не придавать существенного значения, там, справляться как-то самостоятельно. Мужчины в крайнем случае приходят, там вот, когда интенсивность приступов, когда уже 9-10 баллов. Раз уж заговорили о мифах, мигрень провоцирует сыр, кофе, шоколад, апельсины, вино. Так ли это, миф это или правда? Ну, как я уже сказала, да, что есть основа заболевания, это все-таки выработка белка. То есть если у человека генетически присутствует в организме этот белок, то он будет все равно. Даже если он не ест ни сыр, не пьет вина, там, не подвержен стрессу и вообще живет в тепличных условиях, все равно приступы будут просто редкие. Если же есть и ген, и много-много провоцирующих факторов, триггеров, все, которые вы перечислили, конечно, в какой-то момент можно связать, да, что вот с употреблением каких-то продуктов развивается приступ. И смысл терапии врачебной как раз в том, чтобы сделать человека устойчивым к этим триггерам, потому что, как вы правильно ранее заметили, исключить их мы не можем. Мы можем только себя подготовить к их влиянию и сделать себя более устойчивыми. Еще один миф это или правда? Галлюцинация. Ну, вначале вы уже сказали, что вот это аура, то есть галлюцинации могут быть, и это может быть мигрени. Ну, я бы не называла это галлюцинациями, это зрительные нарушения, да, искажения восприятия, но да, что-то похожее. То, что женская болезнь, практически подтвердили, а после беременности проходит или наоборот начинается? Здесь объясните. У разных пациенток по-разному, но одним из триггеров мигрени является колебание эстрогенов. Поэтому и в менструальный цикл мы можем наблюдать, есть так называемая еще менструальная мигрень. Вот когда пациентки ведут дневники головной боли, мы можем видеть, как перед менструацией за несколько дней чаще всего возникают приступы мигрени. Они могут быть во время менструации и после нее в течение двух-трех дней. То есть перед снижается уровень эстрогенов, он остается низким, и после менструации уровень эстрогенов повышается. И вот эти колебания, они как раз и провоцируют головную боль и остальной комплекс симптомов. Так вот, период беременности, когда эстрогенов становится меньше, чаще всего оказывается благотворным для тех, кто страдал мигренями. Но бывает наоборот, когда не было головных болей как таковых, а беременность становится триггером. Вот, все разное. Меня больше всего интересует миф, это или правда, что причины и механизм мигрени до сих пор загадка для науки. Вот тот самый белок, о котором вы говорите, достать, посчитать, понять, откуда он получается, возможно? На самом деле, очень неплохо изучено. Просто было разных много теорий на протяжении существования этого заболевания, его изучения. Сейчас доказано, что это белок, который продуцируется в ганглиях тройничного нерва, в нейронах ганглия, на уровне продолговатого мозга. Он попадает в системный кровоток, из крови расширяются сосуды мозговых оболочек, попадает к волокнам тройничного нерва, и отсюда весь каскад воспалительных реакций, болевых реакций, парастезий. С чего он там оказался в этих ганглиях? Это ген. То есть есть ген, который обуславливает его наличие. То есть человек, по сути, такой родился. Это как цвет глаз, да, у кого-то вот он такой, у кого-то такой. Есть люди, у которых голова в принципе не болит, они не знают, что это такое. А есть те, у которых болит и всю жизнь, и вот любой триггер будет провокатором. Ну, тем важнее и лечение мигрени, и, соответственно, профилактика. Вот давайте начнем с профилактики. Она есть, да, то есть данность есть, ген есть. Если все, причина изучена, механизм это уже другое. Мне, собственно говоря, неинтересно, да, каким образом там этот белок распространяется. Мне интересно, каким образом там замедлить его, наверное, распространение. Вот профилактика есть у мигрени? Я бы сказала, что если приступы частые, да, то мы все-таки лечим. Мы сводим к минимуму эпизоды, и потом уже занимаемся профилактикой. Профилактика – это уменьшение триггеров. То есть если мы знаем, что стресс провоцирует, да, мы стараемся этих стрессов избегать по максимуму. Да, мы, если знаем, что у человека там мигрень выходного дня развивается, что если в воскресенье стоит на час больше поспать, и это приведет к приступу головной боли, то пациент будет избегать этих приступов. Если женщина знает, что в менструацию у нее будет головная боль, мы разрешаем пациентам принимать анальгетики заранее, чтобы предупредить это. А вот лечение, оно сводится к медикаментозной терапии. К лечению чуть позже, а вот профилактика, получается, для каждого пациента, она индивидуальная. Индивидуальная, потому что у одного может вызывать сыр, да, приступ мигрени, а у другого, там, я не знаю, яркое солнышко. Да. Ну давайте о лечении поговорим после небольшой рекламы, не переключайтесь. Вы смотрите «Врач на дом» на телеканале «Вариант». Напоминаю, наши гости сегодня врач-невролог, ботулинотерапевт 1-го клинического медицинского центра Ирины Игнатовой. Говорим мы сегодня о мигрени, о ее причинах возникновения, о мифах мигрени, о профилактике поговорили. Давайте о самом главном, о лечении. Собственно говоря, как можно практически избежать приступов лечения. Какие методы доступны в 1-м клиническом медицинском центре? Ну, хочу сказать, что в 1-м клиническом медицинском центре доступно практически все, что есть вообще в мире по лечению, в том числе самые последние методы. Я немножко позже скажу о них. Конечно, первое, что мы выбираем для пациента, это медикаментозная терапия. Но с мигренью здесь достаточно сложно, потому что, как я уже упомянула, заболевание хроническое, и медикаментозная терапия достаточно продолжительная должна быть. Это год, а иногда и больше. Препараты не всегда хорошо переносятся, имеют побочные эффекты. Есть препараты, те, которые с большим уровнем доказательной эффективности, они имеют сложность вот именно в плане того, как пациент переносит. И есть немедикаментозная терапия, так называемая. Это ботулинотерапия, хотя все равно там используется тоже вещество, просто его не нужно пить, его колят. Колят в краниальные мышцы. Что это такое, где они находятся? Мышцы головы, да, и несколько мышц шеи, и в том числе трапеции. То есть, в общем-то, это 32 точки, куда вводится определенное количество препарата ботокс. Он сертифицирован и хорошо исследован в этом отношении. Что происходит? Какой механизм? Блокируются волокна тройничного нерва, блокируются определенные рецепторы, и, в общем-то, после этого приступ не может развиться. То есть, белок-то у нас все равно выделяется. Да, вот я хотела спросить, белок-то никуда не денется? Да, но получается, что волокна тройничного нерва становятся нечувствительными. И этот процесс просто обрывается. Тут я была не права, когда сказала, что мне все равно, что там дальше происходит. Вот как раз на механизме рассчитано. А какие-нибудь побочные эффекты у такого метода лечения? У ботулинотерапии мало побочных эффектов. Описано при том, что эффективность 72%. Как давно этот метод? Побочные эффекты только в виде аллергических реакций местных. То есть, хочу отметить, что препарат не попадает в системный кровоток. Он остается в мышцах, там, где мы его ввели, на 4-6 месяцев. Это вот время действия одной сессии. Это называется сессия ботулинотерапии. То есть, 32 укола в 32 точки, да, которые действуют 6 месяцев. 6 месяцев, значит, сделали уколы, прошло 6 месяцев. Дальше, что можно ли говорить о том, что, возможно, приступов станет меньше и станет ли их меньше? Или такую процедуру необходимо повторять каждые полгода? Все индивидуально так же. Вообще, по протоколам, то, как это, по данным исследований, процедуры приходится повторять. И первые 2 года их повторяют вот так вот каждые 4-6 месяцев в зависимости от состояния пациентов. В 72% случаев пациентов вмечают значительное урежение приступов и снижение их интенсивности. То есть, больше 70% данное лечение помогает. Как давно оно используется? Как давно на нашей сессии? Мы в основном слышим, ботокс – это борьба с морщинами. Вот здесь, кстати, а на морщины-то подействуют. Есть точки в качестве такого дополнительного бонуса для тех, у кого мигрень? И, возможно, я не знаю, шея разгладится, там, не знаю, брови поднимутся. Есть точки на лбу, но они никак не связаны с мимическими мышцами. То есть, все-таки с косметологической точки зрения это вводится по-другому. Здесь дозы достаточно большие, если сравнивать их с косметологическим, потому что нам нужно обезвредить и обезболить целый нерв. Тройничный нерв, его волокна пронизывают всю голову, лицо, шею и вообще весь верхний плечевой пояс. Поэтому точки как раз выбраны так, чтобы мимические структуры не были задействованы. И это вот к вопросу о том, что многие пациенты беспокоятся о том, как бы не было побочных эффектов косметологических. Нет, их не возникает, потому что точки подобраны так, что на мимику это не влияет. Бывает ли такое, что, допустим, боталинотерапия не помогает, тогда что? В последнее время, в частности, в нашей стране с осени 2020 года появился еще один метод лечения. Он долго исследовался в других странах, проводились огромные испытания. Метод лечения моноклональными антителами. Это продукты генной инженерии. И там они разделены, в общем-то, на два вида. Один вид купирует саму выработку CGRP, другой вид блокирует рецепторы к этому белку. И, в общем-то... Такой двусторонний подход, да? Да. Опять-таки, у всех эффективность примерно одинаковая. Просто нужно подобрать тот препарат, который будет помогать пациенту. В общем-то, препараты в виде инъекционных форм, инъекции делаются раз в месяц, курсы лечения от 4 до 6 месяцев. И, как обещает производитель и те исследования, которые были проведены, что можно добиться достаточно стойкой ремиссии после вот этих 4-6 месяцев лечения. Вот. Можно проводить такое также, если ботулинотерапия оказывается неэффективной. По вашему опыту, можно ли говорить, что какой-то из данных методов наиболее эффективный, какой-то наиболее прогрессивный? Или, я не знаю, это имеет смысл использовать все вместе? Вот. Что делаете вы? Я всегда начинаю с малого и наиболее доступного, потому что важно ведь все-таки справиться с заболеванием, с его проявлениями и улучшить качество жизни пациента. Если пациенту обычная медикаментозная терапия, достаточно доступная, помогает, оказывается эффективной, то мы на этом останавливаемся. Если нет, то мы переходим к ботулинотерапии, она более дорогостоящая. Моноклональные антитела пока для нашей страны еще более дорогостоящие, поэтому это уже крайний вариант. Если мы говорим, допустим, о ботулинотерапии, здесь насколько длительно в итоге получается лечение в среднем, если говорим так о среднестатистических все-таки пациентах? Я понимаю, что все индивидуально, но тем не менее. Как правило, полтора-два года это максимально. То есть, по сути, 4-5 курсов в среднем. Когда можно говорить о том, что медикаментозное лечение не помогает? Каков этот путь пациента от момента постановки диагноза и обращения непосредственно к специалисту до момента, когда он может сказать, что да, приступы меня практически не беспокоят или беспокоят редко? Как долго лечиться надо? В общем-то, курс лечения, как правило, это 8 месяцев, год и более. Опять-таки, все зависит от информированности. Мы по максимуму стараемся на приемах объяснить человеку, что это такое, как купировать, как справляться именно с его приступами, как избежать триггеров. Потому что, когда мы их дифференцируем, нам становится понятно, как их снизить. Очень тоже это индивидуально. То есть, есть пациенты, которые через месяц приходят во всеоружии и говорят, что да, мне стало хорошо. У меня там было 15 раз в месяц головная боль была, а теперь там два, и я быстро выпиваю препараты, и все, и живу, и у меня все хорошо. Как правило, пожилые пациенты, у которых мигрень хроническая, и она существует 20, 30, 40 лет, им требуется больше времени на то, чтобы что-то поменять. Но, как правило, за полгода мы всегда добиваемся успеха. Слушайте, вот допустим, у меня мигрень, я люблю сыр. Сыр у меня вызывает приступ мигрени. Вы мне прописали ботулинотерапию. Могу я есть сыр? Надо посмотреть, насколько, то есть ввести ботулотоксин и попробовать есть сыр. То есть, возможно, что триггер перестанет быть триггером при лечении? Возможно, ботулотоксин оборвет чувствительность тройничного нерва, и сыр не будет вызывать приступ. Но если через полтора-два года лечения избавились, то есть пока ботулотоксин работает, едим сыр. А два года прошло, ботулотоксин перестал работать, а сыр-то можно есть или нет? Ну, если он перестал провоцировать приступы, такое бывает, то можно. То есть можно. Нет, по сути, все-таки мигрень лечится. Лечится, но большинство пациентов воспринимает слово лечиться, это как вырезать аппендицит. Вы сделали, и больше никогда. Нет, среди клинических, хронических заболеваний нет такой вот возможности искоренить и все-таки пообещать, что этого не будет никогда. Но возможно все-таки убрать какой-то из триггеров, ну, просто вот, допустим, пример с сыром, возможно, да? Вот такие, так может быть. Да, если вот бывает так, что что-то, какие-то триггеры явные, и убрав их, вы избавляетесь вообще от заболеваний, почему бы и не убрать? То есть без сыра можно прожить кому-то. Я к чему? Вот вы сказали, да, что если более пожилой пациент, мигрень давняя, выращенная на протяжении 20-30 лет, лечить сложнее. Вот зависит возраст, время, продолжительность болезни и лечение. Сложнее лечение или нет? Сложнее в том, чтобы пациента подготовить к этому лечению, потому что в нашей стране были долго другие взгляды на то, как это делается. То есть, например, пациент возрастом 60 лет, он привык, что это лечится определенным образом, например, капельницами два раза в год. И это совершенно не те препараты, которые используют везде в мире для лечения именно мигрени. То есть важно поставить диагноз, наконец, правильно, и важно пациента ориентировать, что здесь не нужно капать два раза в год. Тут еще вопрос мышления, согласен ли вы, если вы привыкли так, и от этого действительно становится лучше, пусть это лучше на 10 дней, но лучше ведь. И заставить, переубедить иногда пожилых пациентов очень сложно. То есть у вас есть опыт, когда человек 20 лет, грубо говоря, лечится, но лечится просто неправильно и лечит не мигрень, а можно помочь значительно быстрее? Да, есть. То есть даже если кажется, что у вас мигрень под контролем, на самом деле все может быть не так. Если человек, допустим, вот вы говорите, два раза в год капается, вроде полегче стало, а можно вообще приступы убрать? А можно просто пить правильные таблетки и не болеть? Кто-то вообще не идет к врачу, говорит, что ну вот здесь таблеточку выпил, здесь триггер убрал, вроде ничего. Что бы вы сказали таким пациентам? Необходимо ли обращаться к неврологу, чем раньше, тем лучше? Или не всегда это обязательно? Ну если качество жизни опять-таки позволяет, да, и не выбивает из работы, и в общем-то все неплохо, то, пожалуйста, можно не обращаться. Однако надо знать, что способы решения есть, поэтому каждый выбирает сам на самом деле. Вот вы сказали, что вполне возможно, да, что человек, точнее не вполне возможно, человек с этим рождается, и вполне возможно, что у детей и в 3, и в 6 лет, и в подростковом возрасте эта мигрень существует здесь. Как заподозрить подобное состояние у ребенка, потому что чаще всего, особенно в подростковом возрасте, любая головная боль у девочки и мальчика списывается, ой, это гормоны пройдет и так далее. Во-первых, у детей есть эквиваленты мигрени, то есть это по сути мигренозные приступы, но они проходят не так, как у взрослых. Например, у детей 3-6 лет часто бывает синдром циклической рвоты. Это вдруг на фоне общего благополучия, без каких-либо факторов отравления и других нарушений здоровья возникает достаточно обильная рвота продолжительная, и вот она также внезапно заканчивается. Это может быть достаточно редко, раз в полгода, раз в год, и потом ребенок вырастает, и у него появляются полноценные приступы с головной болью. И есть так называемые абдоминальные формы, когда вдруг болит живот. И часто у пациента, уже взрослые, которые приходят с мигренью, могут вспомнить, что действительно в детском возрасте неоднократно их возили в приемное отделение с подозрением, например, на пендицит. А на самом деле там ничего не было, и оказалось, что потом это переросло в головную боль. Вот таких детей нужно лечить? Необходимо лечение или нет? Если приступы редкие, если это действительно один раз в год, то нет, специального лечения продолжительного курсового не требуется. Нужно просто диагностировать, сказать родителям, что да, это вот оно, и научиться купировать. То есть это те же анальгетики принимаются для того, чтобы приступ оборвался, и ребенок не чувствовал себя плохо сутки, двое и больше. А если мы говорим о том, что приступы учащаются, на головную боль жалуются, здесь что делать? Тогда, конечно же, нужно обращаться к детскому неврологу. Лечение у детей примерно такое же, как у взрослых? Вот, к сожалению, у детей мы очень ограничены по лечению. Трептаны во всем мире разрешены детям с 6 лет, в нашей стране они разрешены с 11 лет. Вот, ботулинотерапия до 18 лет не используется, так же, как и моноклональные антитела. Это связано с тем, что не проводятся испытания на детях, да, это не совсем корректно, и нигде это не делается. Поэтому мы очень ограничены в том, чтобы использовать, да, какие-либо препараты. Но иногда бывает, что приходится оффлэйбл использовать, то есть под ответственность врача назначаются те или иные препараты, потому что пациент в достаточно плохом состоянии, ему надо как-то помогать. До какого уровня можно довести положительные результаты, как долго он может держаться? Если мы говорим уже о правильном, подобранном, профессиональном лечении с дисциплинированным пациентом, потому что это, как я понимаю, тоже залог успеха. Может держаться годы. Результат положительный может держаться годы. И вот что касается детей, коль уж мы о них вспомнили, у меня есть пациенты, у которых просто у детей жизнь поменялась, правда. То есть поменялся результат обучения, потому что ребенок, который измучен головной болью, он не способен учиться хорошо. То есть когда мы убрали хронические приступы, там поменялась даже просто возможность посещать занятия. Дети переводились с домашнего обучения на очное и совершенно на другой уровень успеваемости проходили. Если мы говорим о взрослых, насколько важна здесь дисциплинированность пациента? Сто процентов это важно. Это основа, вообще залог любого лечения, что бы мы ни использовали. Потому что даже если нам удалось, например, заблокировать волокна тройничного нерва, и это значимо убрало приступы, если совсем не избавляться никаких, нет каких триггеров, то можно все равно спровоцировать тот или иной приступ. Если мы говорим о медикаментозной терапии, приеме лекарственных препаратов, то здесь, конечно, дисциплина должна быть на первом месте. Ну и так, давайте еще раз напомним нашим телезрителям, в каких случаях можно заподозрить, первое, заподозрить у себя мигрень, и когда нужно обращаться к неврологу. Значит, напомню, да, что мигрень – это хроническое заболевание, которое характеризуется частыми головными болями и комплексами других симптомов. В виде неприятных ощущений в теле и в голове это может быть патологическая легкость или наоборот давящее ощущение, общая слабость, какие-то неприятные покалывания в области кожи головы, лица. Иногда эти ощущения затрагивают шею и верхний плечевой пояс. Головная боль при мигрене имеет свои особенности. Это сопровождается тошнотой, неприятием яркого света, громкого звука. Чаще всего эти обстоятельства усиливают, то есть приводят к увеличению интенсивности приступа. И, в общем-то, это основные критерии мигрени, что-то народное. Если у вас вот так, то, скорее всего, у вас мигрень. И если приступы мешают жизнь, если они слишком частые, однозначно. Как правило, если приступы такой головной боли чаще 4 в месяц, то уже нужно обращаться к врачу. Ну а я хочу еще раз напомнить нашим телезрителям, что все возможные, доступные и самые современные мировые тенденции по лечению мигрени, они все доступны в первом клиническом медицинском центре. Поэтому не затягивайте, обращайтесь к доктору. А я напоминаю, что наша гостья сегодня – врач-невролог, ботулинотерапевт, вот как раз одно из направлений лечения мигрени. Ботулинотерапевт первого клинического медицинского центра Ирина Игнатова. Ирина, спасибо вам. Спасибо вам.